Уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа, рад приветствовать ведущих представителей бизнеса России и Японии. Со многими из вас мы встречались на Втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также регулярно видимся на ежегодных заседаниях Петербургского международного форума. Такое прямое общение с представителями бизнеса всегда полезно и вызывает большой интерес, позволяет из первых уст узнать, какие проблемы волнуют бизнес и что конкретно можно было бы сделать дополнительно для улучшения делового климата. Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что Япония – важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы российско-японские связи крепли и углублялись. И, разумеется, расширялись наши взаимовыгодные экономические контакты. Именно поэтому в ходе двухдневных весьма насыщенных переговоров с господином Абе торгово-инвестиционная тематика была одной из основных, хотя, безусловно, мы не обошли вниманием острые проблемы, доставшиеся из прошлого, имея в виду заключение мирного договора. Мы, с сожалению, констатировали в то же время, что в последнее время товарооборот между нашими странами снижается. При этом сошлись во мнении, что в наших общих силах вернуть взаимную торговлю на траектории устойчивого роста. Но для этого потребуется более энергичная работа правительств и бизнес-сообществ. Нужно реализовывать новые инициативы и проекты, менять привычные формы сотрудничества, отходить от практики преимущественных поставок российского сырья в обмен на станки и машины из Японии и активнее диверсифицировать торгово-экономические связи. Важной является и задача наращивания сотрудничества в сфере инвестиций. По итогам сегодняшнего форума, как известно, подписывается более 50 новых соглашений и коммерческих контрактов. Совместные бизнес-проекты реализуются в самых разных областях – в энергетике, в автомобилестроении, в химической промышленности, в высоких технологиях и так далее. Мы естественные партнёры, как я уже говорил только что недавно, совсем в ходе сегодняшней нашей работы. У нас нет конкурентных проблем, у нас могут быть созданы только конкурентные преимущества для обеих сторон, причём очевидные. Хотел бы с удовлетворением отметить, что правительства России и Японии настроены оказывать максимальную поддержку двухсторонним предпринимательским инициативам. Позитивным шагом в этом направлении стало согласование в текущем году по линии межправкомиссии масштабного плана совместной работы и сводного перечня, включающего 90 приоритетных проектов по восьми магистральным направлениям, которые были предложены господином премьер-министром в ходе его визита в Россию в Сочи. Это энергетика, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, инфраструктура, инновации, малый бизнес, гуманитарные обмены. Их финансирование будет в том числе осуществляться и Японо-российским инвестиционным фондом с капиталом в 1 миллиард долларов, создаваемым Российским фондом прямых инвестиций и Японским банком международного сотрудничества. В России приветствовали бы участие бизнесменов из Японии в инвестиционных программах на нашем Дальнем Востоке, где сейчас функционируют 13 территорий, опережающего развитие и свободный порт Владивосток. Иностранным инвесторам предоставляется целый ряд существенных преференций, особые условия для организации новых производств, льготные налоговые режимы, оказывается содействие в доступе к инфраструктуре. Благоприятный климат для ведения бизнеса создан и в других российских регионах. Субъекты федерации, по сути, соревнуются между собой за привлечение инвесторов, в том числе и зарубежных. Иностранная и налоговая нагрузка. С 2016 года введены обзорные каникулы, действуют моратории на повышение налогов. Рассчитываем, что японский бизнес в полной мере воспользуется и возможностями, которые открываются в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Это интеграционное объединение с участием России действует на основе универсальных правил Всемирной торговой организации и охватывает емкий рынок со 182 миллионами потребителей. Кстати, в скором времени планируется обсудить на экспертном уровне вопрос формирования новой зоны свободной торговли между Евразес и Японией. В России предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. Наша экономика доказала свою устойчивость в условиях глобальной неблагоприятной внешней конъюнктуры. Антикризисная программа правительства Российской Федерации обеспечила поддержку ключевых секторов промышленности и финансов. Удалось сохранить низкий уровень безработицы, умеренный размер внешнего долга. Действия Банка России по введению гибкого курса рубля позволили экономике адаптироваться и сохранить высокий уровень золотовалютных резервов при достаточно хорошем внешнеторговом балансе – более 71 миллиарда долларов. Целенаправленная работа ведется по содействию экспорту. Создан российский экспортный центр, оказывающий помощь в продвижении конкурентной продукции на внешние рынки. В совокупности все эти меры позволили России подняться в рейтинге Всемирного банка по условиям введения бизнеса со 120-го места в 2012 году на 40-ое. Уважаемые дамы и господа, в завершение хотел бы пожелать успехов всем участникам форума и выразить надежду, что деловые круги как России, так и Японии продолжат играть самую позитивную роль в развитии многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и будут создавать все необходимые условия для полномасштабной нормализации наших межгосударственных отношений. Благодарю вас за внимание.